Уникальную коллекцию бабочек теперь можно увидеть в музейно-выставочном центре. Под стеклом 2500 экземпляров. Ровно половина из всего достояния антомолога Сергея Чистилова. Мужчина собирал коллекцию около 30 лет, объехал несколько стран мира. Бабочки, жуки и пауки собраны под общим названием «Красавица и чудовище». Например, эти яркие бабочки родом из Южной Америки. Они практически не спускаются с крон деревьев и поймать их невероятно сложно. Индейцы называют их кусочками неба, упавшими на землю. Когда кто-то умирал, во времена шаманских своих праздников они танцевали танец морфида, вот этой синей бабочки. Поэтому это самый яркий, красивый, окраска у них оптическая, то есть чешуечка, она работает как маленькое зеркальце. И при различном угле наклона, может от бледно-березового до глубоко-синего, то есть через весь этот спектр бабочка меняет свою окраску. И когда ты видишь ее в природе, как она летит, маша своими крылышками. Это просто незабываемое впечатление. Особенно интересен этот экспонат. Такие пауки плетут паутину в пять раз прочнее стали. Из нее можно получить нить и сшить полотна яркого шафранового оттенка. Стоимость наряда из паутины будет около полутора миллионов долларов. На выставке понравится школьным группам, студентам профильных вузов и тем, кто хочет расширить свои знания об окружающем мире. Честно признаться, выставка необычна. Наверное, мы чаще всего насекомые остаются нашему глазу иногда и невидимыми. А вот здесь вот в таком разнообразии, многообразии даже что-то для себя удалось интересное открыть и посмотреть настроение этих замечательных красавиц и чудовищ. Экскурсию для посетителей проведет сам автор коллекции Сергей Чистилов. Он расскажет о том, каких крылатых можно встретить на территории нашего региона, какие пауки самые опасные в мире и сколько стоит платье, сшитое из крыльев бабочек. Выставка продлится месяц. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.